30 августа, уже на протяжении долгих лет, наша страна отмечает знаменательное событие. В этот день, много лет назад, была принята первая Конституция Республики Казахстан. Как сейчас отмечают праздник, посвященный основному закону нашей страны? Давайте узнаем. Конституция Республики Казахстан была утверждена на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. И в 2017 году отмечается 22-я годовщина со дня принятия основного закона нашей страны. Это основной закон страны, документ, сконцентрировавший в себе коллективную мудрость всего казахского народа. Она вобрала в себя гигантский опыт исторического развития страны, самоотверженного труда людей многонационального Казахстана. Это еще раз доказывает народу Казахстана, всему миру, что страна решительно встала на путь светского, демократического и цивилизованного общества. За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения и дополнения в нее вносились в три раза. И сегодня данный документ в полной мере отражает волю народа Казахстана и в устремлении к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства. Для нас самое главное – это национальные интересы. Национальные интересы заключаются в том, чтобы мы защищали интересы граждан, прежде всего, общественные безопасности. Наши военнослужащие национальные главы выполняют задачи во всех городах республики Казахстана, областных центрах, республиканского значения, как Алма-Ата и Астана. И являясь государственным служащим, прежде всего, конечно, военнослужащими национальной главы, мы защищаем страну, защищаем ее интересы. Поэтому для нас это особый праздник. Разрешите от имени командования части и от себя лично поздравить вас и ваших родных и близких с государственным праздником, Днем Конституции. Пожелать вам крепкого здоровья, мира и добра, законопослушания, успехов в ратном труде, на благо Отечества. Будьте уверены и помните, Конституция Республики Казахстана является надежным гарантом наших прав и свобод. День Конституции является государственным праздником и в соответствии с трудовым законодательством он объявлен выходным. Но и по традиции в этот день по всей стране проходят массовые праздничные гуляния и концерты.